Привет всем, зашедшим на мой канал. С вами Айкин Настя, канал Красивое Тело. Напоминаю, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите разные видео и присылайте свои вопросы. И вот как раз именно сегодня я наконец-то добралась до ваших вопросов, которые вы мне присылаете, и отвечу на еще несколько из них. Итак, вопрос подписчицы. Цитирую. Итак, собираюсь приобрести абонемент в тренажерный зал. Есть ли необходимость приобретать персональные тренировки, если я в принципе и сама могу заниматься, примерно понимая, как и что делать на каком из тренажеров. То есть, я думаю, здесь необходимо объяснить вообще, что такое персональный тренинг, для чего он нам нужен и какой в нем получается смысл. Ну, смотрите, когда мы приходим в тренажерный зал, у нас есть какая-то цель, да, у каждого своя, у кого-то подкорректировать свое тело, как-то какие-то формы, добавить, что-то где-то убрать, либо набрать массу, либо похудеть, что-то и так далее. И тренер, он, конечно же, помогает добиться вам именно вашей цели. То есть, он корректирует ваши упражнения, как вы их выполняете, ставит четко, правильную технику выполнения каждого упражнения. Потом, как бы, подбирает для вас именно наиболее эффективные упражнения, которые нужны именно вам, для вашей, собственно, цели, чего вы хотите достичь. Помимо этого, тренер составляет для вас четкий график ваших тренировок, в зависимости от строения вашего тела, вашей комплекции, вашего распорядка дня, графика, режима и так далее. Ну, соответственно, той самой вашей цели. Кроме того, ваш тренер будет отслеживать состояние вашего здоровья. И, помимо этого, он будет подбирать вам такую оптимальную нагрузку, чтобы у вас не возникало. Либо перетренированности, да, которая, наоборот, излишнее утомление, оно отобьет любую вашу мотивацию вообще, просто запросите зал. Также не забывайте о питании. Это один из самых важнейших факторов. Это ровно 50 на 50. Половина процентов нашего успеха – это физическая нагрузка. Ровно половина процентов успеха – это правильное питание, правильный режим дня, режим питания в течение нашего дня. Тренером, конечно, этим и занимаются. Он составляет вам программу питания. Ну, может быть, не каждый, но, по крайней мере, я работаю со своими клиентами. Всегда обязательно полностью все объясняю, поясняю, составляю индивидуальную программу питания. Мы все там говорим, отвечаем на все вопросы. И потом, как бы, стараюсь, по ходу дела, контролировать, как там человек питается, чем он занимается и что с ним вообще в жизни происходит. Ну, и, конечно, помимо всего этого, тренер – это еще и дополнительная мотивация. Потому что, ну, когда у вас назначена тренировка, определенное время, вы на нее придете, вы, как бы, постараетесь на ней выложиться и так далее. Когда вы абсолютно предоставлены самому себе, то есть у вас как-то уже такая расслабленность, можно пропустить, можно и так далее, и что-то как-то. Когда есть определенный режим тренировок, конкретных, оплачиваемых, допустим, да, это дополнительная мотивация, дополнительный стимул к тому, чтобы дойти, прийти и отзаниматься, отработать, собственно, потраченные деньги. Также, пожалуй, немаловажной причиной будет подстраховка, так как с тренером вы застрахованы от ошибок и неудач. Он полностью контролирует всю работу вашу в зале. Более того, он еще и несет ответственность за ваш результат. Поэтому он будет уже использовать любую возможность, чтобы сделать ваши с ним тренировки более интенсивными и эффективными. Конечно, продуктивность – это главный ключ к успеху. И потом тренер, он же, как бы, повышает ваш интерес к тренировкам. То есть он делает тренировку где-то для вас разнообразной, чтобы вы не делали одно и то же упражнение, чтобы что-то было интересным и увлекательным даже для вас. Кроме того, хороший тренер, он еще и психолог. Как я считаю, что хороший тренер – это не просто тренер, который делает с вами какие-то упражнения и показывает вам. Настоящий тренер – он и друг, и психолог, и врач, и диетолог, и все на свете. То есть это действительно очень важно. Ну и, конечно, я считаю, что настоящий тренер, он должен, собственно, и выглядеть соответствующий. То есть по нему должно быть видно, что все то, чему он вас учит, он занимается этим и сам. Поэтому, как бы, большой минус тем тренерам, которые, к сожалению, есть такие, которые сами не особо-то соответствующим образом выглядят, у которых самих форма и тело оставляет желать лучшего. Так все-таки выбирая хорошего тренера, выбирайте такого, который будет мотивировать вас своим собственным примером, который будет выглядеть так, как вам охота хотелось бы выглядеть самому, по которому видно, что он что-то знает. Он не просто это вычитывал где-то, да, где-то кто-то ему это показал, объяснил, научил в свое время. Что он занимается этим и сам. То есть есть какая-то практика, которая видна, которая очевидна. Ну, в общем, мне кажется, здесь ответ на ваш вопрос просто очевиден. Как бы, персональные тренировки, они, я считаю, незаменимы. Особенно для того, кто пока, к сожалению, не имеет такого достаточного должного опыта, занятия в спинажерном зале. Поэтому это просто крайне необходимо. Иначе просто это будет трата времени. Спасибо вам за ваши вопросы. Продолжайте их присылать. Постараюсь отвечать всем подробно и выделять вам побольше внимания. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жду ваших вопросов.